В период пандемии людям преклонного возраста рекомендуется оставаться дома, поэтому к ним на помощь приходят волонтеры. Наталья Скоромнова работает заведующей детским садом номер 6 в Звенигороде. Во время обеденного перерыва и после работы она отправляется в магазин, чтобы закупить и доставить пожилым людям продукты питания. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Очень приятно. Мне уже... Мы принесли все по списку, что вы просили. Наталья присоединилась к волонтерскому движению еще в период первой волны пандемии. Говорит, что помощь пожилым людям нужна практически во всех сферах. От закупки лекарств до выгула домашних животных. Мы выписывали лекарства, получали лекарства, относили их, выносили мусор, гуляли с собаками. То есть просьбы были разные, абсолютно разные. Мы старались выполнить как бы все просьбы, о которых нас просили. Коллеги Натальи, сотрудники детского сада, тоже поддерживают волонтерское движение. Бывает, что в день активисты отрабатывают по 20 адресов. Тот, кто работает во вторую смену, в первую смену идут, выписывают лекарства. Пока выпишут лекарства. А те, кто уже отработал в первую смену, во вторую смену их доставляют по месту назначения. Напомню, что на территории Одинцовского городского округа работает волонтерский центр «Единой России». Активисты оказывают помощь жителям в связи с пандемией. Волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Оставить заявку можно по телефону «Горячей линии». Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...